мужики всем привет с вами снова на связи юрий сенцов это канал владимира шамширина все твои я нахожусь в гоа отсюда вам солнечный привет всем кто еще не решился ребят решайте сюда вообще на самом деле сейчас ехал на мотоцикле и позвонил клиент ребят вот в этом году просто какое-то ну это что колоссально но прям несколько раз позвонили ребята на собеседование брали несколько дней подумать и потом когда я уже мы с ними там перезванивались они говорили что не могут приехать на тренинг по одной как для меня кажется простой причине но для них видимо или там для тебя кто ты сейчас посмотришь это видео оказывается у вас вам тяжело отпроситься с работы ребят чтобы вы понимали ситуация следующая любой из вас так бы когда звонить к нам в тренинг он мы проводим какое-то собеседование да где узнаем ну ваши потребности то есть зачем вы хотите прийти к нам в тренинг и из этого вытекает что вы рассказываете какую-то свою личную историю как у вас все происходит вот у кого-то там нет секса уже там пять лет кого-то там нет его еще больше у кого-то был секс только вот на выпускном со страшной подружкой ну то есть в общем ничего красивого ничего приятного в плане секса и женщин в жизни нет ну и как правило как следствие вытекает что и в других сферах то тоже не очень классно все то есть если только не в субботу в баре так вот ребят слушая о том что вы говорите на собеседовании про то как все хреново в жизни как все хреново с женщинами что если они есть то они как появляется там из тиндера или откуда-то еще ежедневная мастурбация там литры спермы себе на живот куда угодно ребят фишка в том что как бы это все слушать я это каждый раз слушаю и все это мне тоже это не очень приятно потому что я тоже это проходил и и в какой-то момент сейчас вот я слушаю вас и мне хочется чтобы вы тоже начинали уже что-то делать потому что звоняя и рассказывая о том как все хреново как все у вас ну что у вас не получается до проведя собеседование и спустя там грубо говоря день-два все сводится к тому что вы не можете приехать на тренинг потому что вас не отпустил ваш начальник слышали бы вы сами себя до чтобы вначале говорите вы там в течение 15 минут ты изливаешь душу и говоришь о том что у тебя все хреново все плохо и ты готов все это поменять ты настолько устал с этим жить ты очень сильно устал с этим жить но через два дня вдруг твой начальник говорит тебе о том что ты не можешь поехать в 3 я не знаю ребят на самом деле может быть это какая-то друг отмазка чисто чтобы ну ты там испугался да и не хочешь ехать и свалил как бы все начальца то есть может быть так проще начальник во всем виноват но суть в том что статистика говорит о том что видимо в этом тоже что-то есть и вас возможно действительно не отпускает ваше начальство с работы так ребята сколько это может продолжаться как 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 долго вы еще будете зависеть от того что вот у вас есть начальник на работе который как бы управляет вашей жизни вообще говорит о том что Вот вам можно куда-то ехать. Я понимаю, там какие-то есть профессии. У нас были ребята из милиции, у которых там вот график, который очень сложно менять, но они и то как-то там договаривались и подменялись, и что-то делали. Но парни, которые работают на обычной работе, и за месяц до тренинга их не отпускает начальник, ну блин, даже если это и так, я думаю, что всегда можно договориться, потому что, ну, к начальству, даже, скорее всего, многие не ходят туда поговорить с своим начальством, потому что его боятся. Ребят, ну вот, по сути, такие мужчины, как бы, ну, не особо привлекают женщин, потому что они сами ничего не решают, они не могут переговорить ни со взрослым человеком, ни с начальником, ни там с любым вышестоящим по чину, потому что им страшно. Им страшно, многие говорят, что я когда, я три раза решался позвонить вам или нет. Но надо все равно рано или поздно делать вот свой выбор с жизнью, потому что чем больше ты будешь выбирать, тем вот эта штука больше будет у тебя развиваться. Поэтому, ребят, вы должны начинать пробовать что-то делать, пробовать договариваться с начальством, пробовать, не знаю, снимать трубку, позвонить на консультацию. Мы всегда вас подбодрим, подскажем, как, что и нужно сделать, потому что если вы не будете принимать в жизни важное решение, вы так и останетесь у себя дома. Ну, я уже несколько раз вытаскивал реально парней, которые на собеседках хотели слиться, потому что, ну, они даже не прикрываясь начальникам, говорили, что нам просто страшно, Юра, как бы, я боюсь ехать в эту долбаную Москву. Но, ребят, на самом деле после тренинга у вас будет проходить колоссально вот эта вся перетрубация внутри, не только с женщинами, она будет происходить и с людьми там на работе, потому что вы сами будете становиться другими людьми. Вот эти навыки наглости, навыки общения с женщинами, они распространяются на все сферы. Владимир Шамшурин не раз, как бы, это говорил. Вообще лучше выбирайте себе хороших друзей, начальников, как Владимир Шамшурин, например, потому что, вот, ребят, ситуация такая здесь. Не могу не поблагодарить Володю сегодня, ему позвонил, сказал, что на один из наших весенних тренингов, на который уже стоял график, выпал день рождения моего сына, и жена, когда узнала, что меня не будет дома, она говорит, ты весь год провел в тренингах, и на первый день рождения сына ты не будешь присутствовать, то я сегодня позвонил Владимиру, и он сказал, что, чувак, как бы, тут это вообще не обсуждается, мы перенесем тренинг. Ребят, ну, мне даже договариваться не нужно было, просто я пришел к хорошему человеку, и спасибо тебе, Володя, ребят, вот выбирайте таких же хороших себе начальников, как Владимир Шамшурин, и вообще просто выбирайте Владимира Шамшурина, приходите к нам на тренинг, парни, хватит дрочить перед начальством, хватит вообще просто дрочить, приезжайте к нам меняться, у нас сейчас на старте февральский тренинг, мы приедем все отдохнувшись, загорелы, будем вас разносить, всех чертовой матери, парни, хватит сидеть дома, приезжайте к нам менять свою жизнь. На связи Юрий Сенцов и канал Владимир Шамшурина, все двои, мы тебя ждем.